И снова воскресенье, и снова мы будем обсуждать события, происходящие в мире, то, о чем говорит международная пресса по-простому с Константином Мерзликиным. Добрый день, приступаем. Вот темы, которые мы сегодня обсудим. Политические последствия землетрясения в Турции, налоговая программа Байдена, чат-боты и битва за поиск, десятый раунд санкций, Украина неизбежно переходит на западные вооружения, африканская политика России, торговля оружием, нефтью и дипломатия. Германская политика изменилась не в достаточной мере, Россия наращивает бурение в нефтяном секторе, и темп роста цен упал не так сильно, как ожидалось. Денежно-кредитная политика продолжит ужесточаться. Приступаем. Политические последствия землетрясения в Турции, большой материал Financial Times, где утверждается, что президент Турции столкнулся не только с природной катастрофой и ее последствиями, но и политическим таким землетрясением, поскольку мы знаем, что в мае месяце будут выборы в турецкий парламент, по итогам которых будет избран президент фактически. Он сталкивается, я имею ввиду Эрдоган, с серьезным вызовом. Парадокс в чем состоит? Что в 99 году тоже в Турции было землетрясение. Были очень серьезные политические последствия того землетрясения, в результате чего в Турции, собственно говоря, сменилась власть. Именно сегодня Эрдоган столкнулся с тем, что его руководство и он сам обвиняются в неспособности сделать как раз то, что обещалось сделать руководством страны более ранние времена и после 99 года. А именно, что нужно строить правильно, чтобы минимизировать последствия подобных природных явлений. Эксперты смело говорят, что в других странах, где происходит землетрясение такой же мощности, но нет таких последствий, когда огромное количество домов просто складываются, разрушаются, под собой погребают десятки тысяч человек. В статье приводится такой график роста турецкого благосостояния за весь период правления Эрдогана. В районе 2001-2002 года Эрдоган становится премьер-министром, и вот в течение 7-8 лет идет довольно бурное развитие экономики. Почти к 2010 году достигается некий пик, потом этот кризис 2008-2009 года, и снова рост, и пик где-то достигается к 2014-2015 году. На самом деле график очень похож на, я бы сказал, путинский график. Последние 7-8 лет идет такое достаточно уверенное падение душевого ВВП Турции. Надо отдать должное Эрдогану, он и это отмечается в материале, что он довольно активно начал развивать инфраструктуру, вкладывался в дороги, мосты, железные дороги, энергетику и так далее и тому подобное. Но одновременно приходят в памяти такие события, как вот этот знаменитый переворот в 2016 года, который так и не состоялся, после которого он начал, так сказать, цементировать свою власть и пытаться взять под контроль весь политический процесс, избирательную систему, наверное, не в такой степени, как у нас все-таки, но вот он как бы в том же духе движется, но все-таки в Турции остаются признаки демократии и поэтому, особенно с учетом вот этих последствий и обвинений в том, что он не смог ничего сделать для того, чтобы последствия таких вещей, как землетрясения были ниже, у него нет такой легкой дороги пройтись и в мае месяце как бы решить свои вопросы. Поэтому ожидается достаточно жесткая, так скажем, кампания у него. Как вы думаете, вот победит ли Эрдоган и является ли он таким микро Путиным, который потихонечку-потихонечку, играя вот в эту псевдодемократию, на самом деле не демократию, начнет всех в асфальт закатывать? Дело в том, что в отличие от Путина, у него нет тотального контроля над избирательной системой, у него нет тотального контроля над средствами массовой информации, поэтому альтернативное мнение и альтернативные политики, политические силы там есть, они функционируют достаточно свободно. В этих условиях те претензии, которые публично предъявляются Эрдогану, они звучат весомо, их люди могут слышать, обсуждать. Там, извините, на последних муниципальных местных выборах оппозиционные лидеры пришли к власти в крупнейших двух городах, то есть в Анкаре, в столице, и в Стамбуле, в крупнейшем городе. Как вы оцениваете шансы Эрдогана на победу, ну вот в процентах? Да я бы, вот лично я оценил бы где-то в районе 50 на 50 или 60 на 40 в пользу того, что он останется лидером страны, но это будет очень непросто. Налоговая программа Байдена. Ну вот мы в прошлый раз начинали по существу обсуждать тематику, связанную с возможным выдвижением Байдена на второй срок. Байден, судя по всему, начал такую кампанию политическую в том направлении, чтобы его поддержала собственная демократическая партия. На всяких выступлениях, включая вот это так называемое послание к Конгрессу США, да, и в других форматах он активно движется в том направлении, чтобы озвучить по существу свои какие-то программные вещи, с которыми он будет выдвигаться. Как это отмечается в прессе, вот есть статья о Street Journal, редакционная статья, которая называется «Налоговая программа Байдена на 25-й год». Почему 25-й? В 25-м году президентские выборы. И дальше он повторяет налог на богатство Элизабет Уоррен на нереализованную прибыль от активов. То есть озвучена некая базовая идея налоговая, которая была в центре внимания одного из претендентов на выборы от Демократической партии на прошлых выборах. Вот это Элизабет Уоррен, она пыталась баллотироваться с такими левыми идеями. Что это такое? Допустим, у вас есть акции, вам принадлежат, и они в течение года выросли в цене, но вы их не продали. И несмотря на то, что даже вы их не продали, и прибыль эту не получили в свой карман в виде денег, все равно на вот эту разницу, на прирост цены этого богатства вы должны платить налог. Вот такой как бы замысел. Конечно, это абсолютно беспрецедентно для Америки. Мало того, что прирост, он облагался только по факту его появления реального, если ты продал актив, да, но и вообще, так сказать, не очень приветствовалось такое переобложение, так скажем, богатства. Это рассматривается как достаточно левая идея, тем более это касается никаких там мультимиллиардеров. Этот налог будет применяться к домохозяйству накопленными активами на сумме более 100 миллионов долларов. То есть не сказать, чтобы это широкая масса, то есть это миллионеры так или иначе, да. Но тем не менее, я думаю, что в Америке таких домохозяйств довольно много. Характерно, что это не подоходный налог. Зачем он эти активно левые идеи пробрасывать, чтобы получить некую поддержку левых в партии? Вот, да. Ну, а не боится ли он тогда потерять правых в партии консерваторов? Ну, я точно не знаю, как он будет вот эту тактику и стратегию своей компании развивать. Он как бы действует пока по мере поступления проблем, да. То есть первое, что он должен сделать, это обеспечить выдвижение внутри партии, потому что если это не будет сделано, то ну и до свидания, как говорится. То есть он не может претендовать. Поэтому первая очередная для него проблема состоит в том, чтобы как бы в партии все-таки укрепить свой авторитет и способность быть выдвинутым. Кстати, Игорь Иванович, а вот как вы, если представить просто человека? Вот, например, я социалист, я там вот в партии имею право голоса, да? Я вот... И тут я вижу Байдена, который все годы на левую тематику никакого внимания не обращал. И вот для того, чтобы его выдвинули, он внезапно начинает озвучивать идеи, которые мне близки. Ну, поверите ли вы такому человеку и решите, ну ладно, раз ты спустя пять лет... Дело в том, что есть республиканцы, которые, ну как бы, скорее правые, и есть демократы, которые скорее левые. Теперь мы перемещаемся к демократам, да? И там есть целый спектр разных политических сил. И, в принципе, Байден, он всегда ассоциировался с таким центризмом, так скажем. То есть он внутри демократической партии скорее был центристом или, может быть, даже склонялся в правую сторону. Но он был в демократической все-таки партии. И когда выбирали претендента на борьбу с Трампом в прошлый раз, как раз тот факт, что он как бы представитель центра, сыграл роль в его пользу. Потому что, как бы, он рассчитывал убедить колеблющихся избирателей, которые думали за Трампа нам голосовать или все-таки вот как бы посмотреть в сторону демократов, но каких-то разумных демократов, которые не отличаются левым уклоном. Партии демократические остаются в значительном авторитете. И вышеупомянутая мисс Уоррен, которая вот еще на прошлом витке, так скажем, да, политических этих противостояний, озвучивала ровно эту же мысль, эту идею налогообложения богатства. А также, ну, знаменитый сенатор Берни Сандерс, который, ну, просто социалист даже в европейском смысле, да. И Сандерс, и Уоррен, они как бы вот приветствуют такой уклон Байдена. И это обеспечивает, ну, достаточно высокую вероятность выдвижения Байдена в качестве кандидата от демократической партии. Но ты абсолютно права, потому что люди, которые смотрят на Байдена нынешнего, понимают, что суть его предложений состоит в том, чтобы увеличить налоги и увеличить в целом перераспределение доходов через налоговую систему в пользу государства. Ну, это и есть левая идея, собственно говоря. Сторонников такой левой идеи не слишком много в Америке. И даже в демократической партии, ну, есть достаточно серьезные силы, которые не хотели бы делать перебора в этом направлении, потому что мы все прекрасно понимаем, что рост налогов, он демотивирует экономическую активность, так или иначе. И у всех большие вопросы по поводу эффективности этого перераспределения через государство. Соти, Эдуард, есть еще какие-то кандидаты от демократических партий, которые будут, скорее всего, возможно, поддержаны? Я пока не слышал ничего подобного. Пока каких-то выдвижений, но я думаю, что наверняка будут выдвижения от республиканцев. Там уже развернулась серьезная борьба. Из таких имен, которые реально претендуют, это тенатор от Флориды Де Сантис. Он, так сказать, очень авторитетная фигура, и в отличие от Трампа, за ним не идет вот этого полускандального шлейфа какого-то, хотя он явный такой очевидный представитель такого республиканского, такого консервативного направления. Пока дойдет дело до выявления окончательных кандидатов от этих двух партий, еще будет много битв. Потому что тот же самый Байден не прошелся свободно по такой дороге, когда определялся кандидат в прошлый раз, от демократа. Переходим к следующей нашей теме. Чат боты и битва за поиск. Драма продолжается. Появлением вот этих интеллектуализированных поисков и чат ботов активизировалась конкуренция. На обложке журнала The Economist мы видим изображение, где какой-то робот, видимо, олицетворяющий чат боты, разбивает вот это название Google. Google, он находится в собственности компании Alphabet. Она имеет годовую выручку по итогам 2022 года, 283 миллиарда долларов, а рыночная капитализация составляет 1,3 триллиона долларов. Но ничто не вечно под луной. И вот материал говорит о том, что можно вспомнить об судьбе IBM, которая когда-то управляла, доминировала на рынке компьютеров. Или Nokia, когда все ходили с телефонами Nokia, и остальные телефоны не признавали. Но обе этих компаний... Почему некоторые с Siemens и ходили, а Nokia не признавали. Но Nokia была лидером все равно. По убийству ее об стенах. По попытке убийства ее об стенах. Ну а где Siemens? Тоже Siemens особо нет. Обе компании IBM и Nokia, они как бы ушли с трона. Их нет. И сейчас задается вопрос, чат-боты, может быть, они свергнут Google с этого пьедестала базового поисковика, поскольку, в принципе, можно предполагать, что чат-бот тот или иной займет место на входе в интернет. Будут заходить не через стандартный поисковик, там, Google, Яндекс и так далее, а вот через какие-то чат-боты. Опасаясь этого, собственно говоря, крупные компании, такие как Microsoft, такие как Google, они пытаются встроить чат-боты каким-то образом в систему собственного поиска. И 7 февраля Microsoft уже представил и запустил свою новую версию поисковика Bing. И Google анонсировал выход своего чат-бота BARD. А они уже его починили после неудачной презентации или нет? Они его еще официально не запустили. Не столько презентации, сколько тестирование такое публичное происходило. Оно было не очень удачным, но вопрос даже не столько в том, насколько удачно было это тестирование, сколько в том, что Google по-прежнему опасается, что запуск такого чат-бота приведет к каким-то проблемам, связанным с некачественным или недозволительным контентом, который может появляться в результате работы этого чат-бота. И они как раз решают у себя в Google, какие темы являются деликатными, какие нужно выбирать, а где подвести черту, какой фильтр поставить. И все это неизбежно поднимет вопросы о цензуре, объективности. Поэтому, собственно, Google, он так большой опаской к запуску относится, и поэтому он тормозит. Но так как Microsoft уже бежит впереди, то куда денется Google, они тоже будут пытаться запустить. Конечно, это так классно, здоровая конкуренция, может, где-нибудь истинно родится. Именно так оно и работает. Поэтому, собственно говоря, и материал о том и говорит, что конкуренция – это главный двигатель прогресса на самом деле. И в этом смысле мы только приветствуем. А как вы считаете, может ли Google… Ну, вообще, все, нет больше Google. Может ли такое произойти? Нет, ну, я не… Такое может произойти, если бы они сидели и почивали на лаврах. Но они делают крупнейшие вложения в сфере искусственного интеллекта. Поэтому я думаю, что за Google можно не беспокоиться, хотя, наверное, им придется каким-то образом маневрировать с тем, чтобы не попасть в ситуацию, как это было в 90-е годы, когда, собственно, появились поисковые системы. И вот издание пишет, что чрезвычайно ценный приз стать входной дверью в интернет снова может оказаться в чьих-то руках. То есть исключать этого нельзя, потому что, ну, все хотят заработать. И вот этот вход в интернет для всех пользователей, да, это то место, за которым будут биться очень серьезные по полной программе. Поэтому я уверен, что эта драма продолжится, а мы продолжим за ней следить. Десятый раунд санкций в отношении России. Тема продолжается уже аж десятый раунд. Люди спорят по-прежнему, насколько они эффективны. Но Евросоюз не спит. И вот он приурочит к годовщине событий 24 февраля прошлого года новый пакет санкций. Я думаю, что они вот годовщине, собственно, устаканят там все вопросы. Но были слухи, что атомная промышленность наша войдет в санкционный список. Но те же самые венгры, словаки, болгары, где функционируют построенные Россией атомные станции, они вот возражают, потому что они опасаются, что будут какие-то проблемы с обслуживанием или со строительством новых каких-то объектов и так далее. Поэтому пока притормозили. Но мы помним прекрасно, что несколькими годами раньше все атомные станции, которые вот в Украине, например, они все обслуживались Росатомом, по большому счету. Но в какой-то момент они ушли от этих договоренностей и перешли на обслуживание к американским, французским компаниям. То это, в принципе, возможно. Но это требует времени, усилий и так далее. Поэтому венгры, словаки, болгары, им нужно какое-то время дополнительное, чтобы как-то перестроить систему обслуживания атомных электростанций, которые российские. Поэтому противоречия они сохраняются в этом смысле. Поэтому всякий раз там эти санкционные пакеты проходят огромный круг каких-то обсуждений, дискуссий и так далее. И на что-то они выходят. И вот я думаю, что к 2024 мы так или иначе увидим этот новый пакет. И более-менее понятно, чему он сводится, на чем он делает акценты. Прежде всего, наиболее узким местом сейчас считается это осуществление контроля за выполнением этого санкционного режима с тем, чтобы через какие-то третьи лица, через ту же Турцию или через какие-то другие страны находились лазейки для российского импорта, запрещенных каких-то изделий, продуктов и так далее. Как это скажется на российской экономике? На российской экономике по-крупному. Это сказывается прежде всего в том, что мы видим, что это уже такой вечный процесс, который вот он запущен, и каждый раз будут придумываться какие-то новые эмбарго на импорт или на экспорт, будет ужесточаться режим контроля. Вот это самый главный фактор. Он вносит огромный фактор неопределенности функционирования экономики российской, а неопределенность это самое плохое, что может быть для экономических субъектов, которые планируют что-то покупать, развивать, во что-то инвестировать, что-то строить, развивать какое-то производство, торговлю и так далее. Украина неизбежно переходит на западные вооружения. Идет специальная военная операция уже почти год. Естественно, идет расходование вооружений и военной техники, часть из которых гибнет, часть из которых подвергается износу и требует замены. Так как, по большому счету, у Запада, которая является основным источником поставок новых вооружений и военных техники, практически не остается старых советских запасов, ставится вопрос о том, что нужно переходить постепенно на зарубежные стандартные вооружения. Зеленский всячески лоббирует поставки новых вооружений, поскольку, чем быстрее этот процесс будет запущен, чем быстрее будет подготовлена логистика, чем быстрее будут подготовлены пользователи, тем быстрее вооруженные силы Украины получат более уверенную подпитку, так скажем, вооружения. То видно на сегодняшний день, что Запад в целом начинает подходить к этому вопросу долгосрочно. Чем бы ни закончилась специальная военная операция, все равно речь идет о том, что для защиты интересов Украины, ее суверенитета и территориальной целостности нужна довольно сильная структура в вооруженных силах, и теперь уже понятно, что она должна быть укомплектована в полной мере западными вооружениями, а если говорить о каком-то будущем украинского военно-промышленного комплекса, то он должен быть полностью синхронизирован, так скажем, с военно-промышленным комплексом Европы, Америки, Запада, НАТО в целом. Поэтому, собственно говоря, сейчас эти вопросы, они приобретают такой более долгосрочный характер, и вопрос не стоит в том, завтра вот надо срочно там F-16 поставить для того, чтобы развернуть там новые натовские самолеты на территорию Украины. Речь идет о том, что рано или поздно все равно надо будет это делать, потому что о производстве и поставках каких-то бывших советских самолетов не может быть и речи. И материал всячески подчеркивает именно то обстоятельство, что с точки зрения долгосрочной уже нужно закладывать полный переход украинской армии на западные натовские вооружения. Африканская политика России растущая торговля оружием, нефтью и дипломатия. Тема продолжается. Вот в прошлый раз мы обсуждали. Лавров уже съездил, он уже вернулся. И в связи с этим Financial Times посвящает свою статью о чем, собственно говоря, интересы российские в Африке. Статья отмечает, что идет рост торгового оборота, но он в основном сводится к увеличению поставок в Африку вооружений и военной техники. Помимо вооружений и военной техники еще отмечается рост поставок нефти и нефтепродуктов. На самом деле вот здесь на графике видно, что вот были некоторые всплески где-то вот 19-й, 22-й год в начале года, а сейчас к концу 22-го, началу 23-го вдруг резкий всплеск вот по нефтепродуктам. Тысячах баррелей в день, более 200 тысяч баррелей в день. Ну, конечно, это копейки по сравнению с мировыми поставками российские, но все равно скачок заметный в разы. Африка в данном случае тоже неплохое место, там все-таки нефть и нефтепродукты потребляются, поэтому если в Европу мы их не возим, то Африка становится тоже таким альтернативным направлением, но по объемам видно, что это совершенно не тот уровень, когда мы говорим не о сотнях тысячах баррелей в день, а о миллионах поставок в Индию, в Китай, то есть, конечно, направление оно может выполнять роль альтернативного, но лишь совсем незначительных объемов. Видно, что лидируют поставки в Алжир, в Анголу, в Нигерию, и в целом, вот если мы берем поставки в Африку, Россия с большим отрывом лидирует, то есть, если брать в целом оружейные поставки в Африку, на втором месте с заметным отрывом китайцы и дальше уже американцы, французы и даже вот украинцы здесь тоже есть, но с огромным отставанием. Итак, чем нас Африка интересует? Поставки нефти, нефтепродуктов, поставки вооружений и последнее, что отмечает статья, это наши, собственно говоря, дипломатические интересы там превалируют. В прошлый раз мы... Алмазно-дипломатические или какие? Нет, чтобы нас поддерживали политические и чтобы африканцы говорили, как это в советское время было, что мы вот защитники их интересов, которых борются там с колониальным режимом, с империями там и так далее, и так далее. И вот Лавров туда действительно съездил, вот есть хорошее фото, где он приветствует Абдуллаи Диопа в Бамака, это столица Мали, а также он посетил и Южную Африку и Анголу, а в июле прошлого года он совершил поездку в Египет, Конго, Уганда и Эфиопию и встретился с представителями Африканского союза в Адисабеле, то есть самое активное дипломатическое направление и там уже наш министр иностранных дел Лавров там за своего человека. Германская политика изменилась не в достаточной мере. В прошлый раз мы обсуждали тему Шольцинга, связанного с исторически сложившимся даже на таком подсознательном уровне борьбе такого за мир во всем мире. пацифизма. Пацифизма, да, совершенно верно. Так вот, некая мадам Констанца Штельцен-Мюллер 13 февраля, которая руководит центром по США и Европе в Брукинском институте, опубликовала свое такое мнение касательно германской политики. Она фиксирует, что да, она изменилась, что да, Германия все больше берет на себя реальную ответственную роль в европейской, мировой политике, в вопросах безопасности, но она же отмечает, что на самом деле эти изменения абсолютно недостаточны. Она отмечает, что уже годовщина 24 февраля и мировые лидеры готовятся принять участие, но очень не готовятся, а уже участвуют в вот этой Мюнхенской конференции, да, кстати, туда не поехала официальная делегация от России, как это обычно делалось. Да, она предпочла, так скажем, африканское направление, вот, но вместе с тем, вот, есть такой термин немецкий «Zeitenwende», или «Исторический поворотный момент», о котором Олаф Шольц объявил в знаменательной речи через три дня, как началась специальная военная операция в прошлом году, значит, вот он заявил об этом поворотном пункте, произошел ли в немецкой политике этот поворотный пункт, и ответ на этот вопрос неоднозначен, как отмечает автор материала, этот «Zeitenwende» для безопасности и обороны Германии, тоже, что код Шрёдингера для квантовой механики, то есть, он одновременно и есть, и его одновременно нет, вот такой образ, «Штельценмюллер». Вы долго готовились к отзвучиванию? Ну, у меня эти немецкие сложные фамилии, они меня умиляют и радуют, поэтому я люблю, так сказать, выучить и выдавать на гора. Значит, то, как оно и есть по-немецки. Еще немецкий язык чем отличается? Там есть очень длинные составные слова, то есть, можно на целую строчку одно слово написать, где есть много корней, которые вместе образуют какое-то понятие, очень сложно, сейчас боюсь сказать какую-то глупость, не буду пробовать. Возвращаясь к этому «цайтенвенде» или переломному моменту, значит, коалиция социал-демократов, зеленых и либерально-свободных демократов Шольца, значит, она вот никак не может дозреть до момента, когда уже, так сказать, без всяких сомнений и с ясной ответственностью, так сказать, давать ответ на вызовы времени. Она призывает все-таки немцам, а именно их политическим лидерам, все-таки как-то определиться окончательно и уже отодвинуть на задний план все там нерешительности и недоверие. В Германии уже проживает более миллиона украинских беженцев, общественное мнение поддерживает идею оказания помощи Украине, изменения реальны, но надо двигаться дальше. Вот к чему призывает автор этого материала. Россия наращивает обурение, демонстрируя устойчивость к санкциям, связанным запретам сотрудничества в высоких технологиях разведки и бурения. Да, вот материал в Блумберг с такими картинками. Первая картинка нам показывает, как развивался рост добычи вот последние два года. вообще у нас по советской привычке у нас обычно объем добычи измеряется в миллионах тонн за год, но постепенно наша статистика начинает использовать международную технологию, как правило, миллионов баррелей или бочек в день, а баррель, для понимания это, если мы на семь умножим, это будет как раз тонна, но в международной статистике по нефти используется обычно баррель или бочка, стандартная бочка, добыча измеряется сколько баррелей или бочек выпущено в день, баррель это в переводе бочка, вот, и мы выходили на некие максимумы годовой добычи, ежесуточной добычи в данном случае, да, 11,5 миллионов баррелей в сутки, вот, потом началась пандемия, упал спрос на нефть мировой обвалился, цены тоже обвалились, и мы видим вот это падение примерно 9,5 то есть минус 2 миллиона баррелей, что составлял примерно пятую часть или 20%, и потом вот пошло это постпандемийное восстановление, и мы где-то к январю 22 года остановились почти до 11 с лишним, потом началась спецоперация, упали до 10, и вот под конец 23 года опять вышли почти на 11 миллионов баррелей в сутки, то есть добыча фактически восстановлена, и следующий график показывает, что у нас производственное бурение скважин, оно достигло абсолютных исторических максимумов, вот к концу к 22 году, и вот тут измеряется это бурение в ежегодном бурении в километрах, вот мы вышли почти на 30 тысяч километров, это ну как бы такой исторический рекорд для России, по большому счету, и дальше такая табличка небольшая показана, мы видим из этой таблицы прирост в процентах к 21 году, за 22 год, и мы видим, так нефть приросла больше, чем вдвое, то есть 120 процентов Газпром нефть дал прирост, там почти 14 процентов, рост нефть тем временем падает на 9,7 процентов, причем это происходит на фоне того, что Запад еще с 14 года принял санкции на поставки оборудования и использование современных технологий при разведке и добыче нефти, и вот автор то есть независимо санкции 10 лет это работает и приумножается совершенно верно при этом вот эти крупные сервисные компании например Шлюмбержен сейчас называется СЛБ компанией ее руководитель заявил в июле что уникальная корпоративная структура его компании дает гибкость для работы в России при полном соблюдении санкций США и ЕС то есть крупные компании некоторые из них по крайней мере продолжают работу используют свои технологии в разведке и производственной добыче нефти в России но два сервисных гиганта на самом деле ушли из России это Холибертон и Бейкер Хеджес они продали свои предприятия в стране местному руководству так часто сейчас делается когда крупная компания в какой-то бренд уходит и оставляет местному менеджменту менеджмент наверное каким-то образом остается способным использовать в том числе те наработки и технологии которые которыми пользовались компании бренды как таковые вот компания Холибертон сейчас действует под названием Бурсервис так же как у нас Макдональдс как он сейчас вкусная точка эксперты они говорят о том что да хорошо пока Россия она на тех технологиях которые есть она может дальше ехать и наращивать добычу но это ограничивается тремя пятью годами темпы роста цен в США снизились но не так сильно как ожидалось сигнал к продолжению ужесточению денежно-кредитной политики да совершенно верно я уже неоднократно на наших панорамах призывал население следить за процентными ставками так вот процентные ставки они прямо зависят от инфляции если инфляция растет в Америке значит с ней надо бороться ужесточением денежно-кредитной политики один из способов ужесточения основной точнее способ это процентные ставки хотим уменьшить инфляцию поднимаем процентные ставки и вот на днях вышла вышла очередная статистика в Америке о том как себя ведет индекс цен ну или вот индекс который определяет рост цен или инфляция то что называется инфляция вот она есть два измерителя общая инфляция 64% а вот это ядерная или базовая инфляция она обычно считается по всему набору товаров и услуг за минусом цен на энергию например потому что эти цены они волатильны они подвержены таким большим конъюнктурным колебаниям поэтому для того чтобы лучше следить за основным массивом цен которые как бы отражают более объективно движение цен в экономике в целом используется этот коэффициент да и вот такого рода инфляция она составила плюс 5 и 6 процентов при этом в принципе ожидалось будет более стремительной как бы динамика в сторону снижения темпов роста цен то есть следите внимательно не снижение цен а снижение темпов роста цен можно вопрос у них ну это своего рода свой собственный Росстат который выдал министерство труда выдает вот у них выдает министерство труда но у них наверное я просто уточнить другое министерство труда не такое как Росстат и их статистики так или иначе можно верить с большей степенью чем тому что дело в том что в принципе система власти в Америке построена таким образом власть заинтересована в том что давать максимально правдивую и максимально объективную информацию поэтому если министерство труда это тот орган который назначен ответственным за такого рода статистику то и сама методология ее реализация сбор данных построение этих данных оно таково что оно дает максимально объективную картину и все прекрасно понимают о чем идет речь могут выйти какие-то потребители и сказать слушайте какие цены на бензин высокие а вы нам даете какую-то инфляцию 6 процентов да ну как мы вот тоже возмущаем слушайте говорим мы посмотрите насколько выросли цены там на огурцы и так далее и так далее я знала что он скажет огурцы простите да но 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 что важно то что там эта методология и конструкция сбора данных и подсчета этих всех индексов она точна и абсолютно прозрачна и не вызывает ни у кого никаких сомнений спасибо поэтому они четко говорят значит и тем более министерств труда да министерств труда оно занято рынком труда прежде всего и как бы интересами трудящихся в этом смысле да и поэтому они совершенно не заинтересованы в том чтобы занижать какие-то данные инфляции они наоборот следят за том чтобы это были абсолютно максимально точные данные да и надо сказать никто из политиков никакая оппозиция в америке не подвергает сомнению эти данные все прекрасно понимают о чем идет речь да есть инфляция 6,5 это высоко то что было в декабре а все ждали что будет 6,2 6,1 рост цен да и естественно рынок немедленно реагирует на появление подобной статистики потому что раз цены растут не так медленно как мы все ожидали они по-прежнему достаточно быстро растут то есть меньшим темпом чем это было скажем летом был максимум выше 9% прироста год к году да теперь мы сместились еще на полгода и мы имеем 6,4 но не к самому началу того периода а вот к месяцу да значит тот рост мы уже о нем забыли мы можем только прибавлять и понимать что цены уже выросли в совокупности за два года в совокупности не в годовом исчислении а в совокупности процентов там на 12-13-14 да за два года но инфляция считается обычно год к году чтобы ты как бы видел этот темп как бы корректно его соизмерял а цены-то падают не так быстро в смысле темп роста цен падает не так быстро поэтому наверное нам надо бы поддержать жесткую политику подольше и уже если говорили некоторые что видели пиковый ставку где-то к лету в районе 5-5-25 теперь уже рассуждают что 5-25 наверное это вот самое меньшее что мы можем ожидать по большому счету то есть ФРС будет продолжать поднимать ставку и делать возможно даже агрессивнее чем это ожидалось скажем месяцем раньше а что значит поднятие ставок это значит риски рецессии увеличиваются то есть вот в начале января еще все так да и наверное будет такое так сказать как говорится мягкая посадка обойдемся без рецессии сейчас эти надежды они уходят и можно более уверенно рассуждать о том что все-таки американцам не удастся избежать рецессии если они хотят реально побороть инфляцию а нам чего рецессии а нам как обычно чем больше мировой рецессии меньше спроса на нефть на газ на металлы на угол так у нас все идет в Индию Китай и в Азию так и там тоже а так они для чего они они же тоже что-то для чего они покупают нефть чтобы что-то производить или больше ездить там на машинах условно говоря а если у тебя экономика не растет ты как-то доходов меньше тем меньше ты ездишь тем меньше ты производишь все взаимосвязано не знаю вот в России экономика меньше а я езжу все больше и больше в смысле по ценам на бензин да ну у нас это отдельная история как устроены цены на бензин просто хотелось бы глобально еще раз зафиксировать что если мировая экономика растет медленным темпом а еще хуже если она падает тем меньше спрос на сырье которое мы производим и экспортируем вот сама форма независимо от того в Европу это сырье или власти это мир мир он весь взаимосвязан так скажем да поэтому как говорят чихнет американская экономика а все так сказать испытают проблему по всему миру поэтому прежде всего все следят за американской экономикой которая составляет значительную долю в мировой Китай куда в основной массе свои товары направляет в Америку главный потребитель китайских товаров Америка и Евросоюз падает это потребление как бы страдает Китай автоматически все взаимосвязано пострадал Китай меньше нефти мы послали в Китай совершенно верно совершенно верно поэтому к сожалению еще раз вот эта тема что инфляция в Америке выросла будут расти ставки будет скорее всего падение мировой экономики и будет страдать наш сырьевой сектор а поэтому будет страдать все наше население мы и так страдаем Константин Эдуардович еще больше и еще больше будет страдать Ну все на страдальческой ноте мы завершаем на сегодня нашу международную панораму не уверены что вы нас увидите в следующее воскресенье по обстоятельствам по техническим причинам но надеемся что через воскресенье мы будем снова в эфире да будем вас ждать спасибо субтитры